Всем доброго вечера! Сегодня мы смотрим Страну Игр и, наверное, мы закроем 99-й год сегодня, потому что там так мало чего интересного встречается, что в последнее время мы как-то очень быстренько всё листаем. Вот. Что насчёт музыки? Ну, я сейчас проверю ещё раз насчёт ваших заказов, но недавний стрим по Silent Hill YouTube выпилил за копирайты. К счастью, YouTube смог сам в нём исправить вроде бы как ситуацию, и теперь стрим вроде бы как доступен снова. Ну, не знаю. Вот. Пробуем Streamlabs. Не, почему-то, почему-то оно не хочет. Нравится, что трек называется This Cannot Continue. Очевидно, это не автомата. Вот. В общем, заказы музыки Cannot Continue. Да, со стримом по рецензиям на Silent Hill случилось упси. Ну, вроде бы они теперь должны вернуться назад в эфир на YouTube, но YouTube их выпиливал, поэтому грустно, в общем-то. Ну, ладно, вы хотели НИР, давайте будем слушать НИР. Вот. Музыка есть, журнал есть. Давайте сейчас я, прежде чем прям начинать листать, я посмотрю, что вы пишете, и после этого сразу переключусь к чтениям. Знал, что про Жарского есть вид. Да, я смотрю его видосы тоже. Ну, точнее, я больше слушаю, я не знаю, смотреть это всё очень скучно, но я много слушаю, конечно. Его вот интервью, единственное, я так понимаю, на данный момент, вот оно было очень скучное, потому что он позвал очень скучного персонажа. Ну, то есть у Светова в этом плане лучше, но его мини-лекции вполне себе окей. Мне больше нравится его читать, чем слушать, но слушать тоже можно. Журнал стал делаться чаще, а интересности так и не появилось. А мне кажется, что скорее наоборот. То есть, если журнал делается два раза в месяц, то это значит, в нём два раза в месяц идёт один и тот же ебаный филлер, типа, ну, вот эти все вот эти новости, какие-то хит-парады, я не знаю, железо, интернет. В общем, для меня всегда мясом журнала были спецматериалы, причём желательно не уровня. Мы поговорили с разработчиком, как там это было, князя Света, князь Светлахуй, короче, я не помню, в общем. Всей вот этой фигни. Нет, мне больше всегда было интересно какие-то необычные точки зрения, может быть, авторские колонки, спецматериалы какие-то такие, которые мне бы что-то могли дать. Ну и, конечно, рецензии. Для меня всегда это было вот то, что я читал, а всё остальное, честно говоря, я обычно и не читал. Да и сейчас не читаю. Я думаю, что если мы сейчас ткнём в рубрику онлайн или в рубрику новостей здесь, то будет всем скучно. Но мы можем проверить. Вот. А в итоге в рецензиях, из того, что мы видели, там, хорошо, если одна рецензия в номере будет по какой-то интересной игре. У нас было такое, что целые номера проходили без упоминания вообще хоть как-то оставивших свой след в истории игр. Ну, я также рассматриваю это с точки зрения того, что я консольщик, и тогда я играл только на PlayStation, и мне всё это пекарство особо не нужно. Но всё-таки есть такие ПК-игры, которые, ну, эпохальные, монументальные. Ну, справедливости ради, Baldur's Gate и Planescape здесь отлично, вроде бы, подробно разобрали. Ну, и даже многие топовые, ну, не то, что многие, во всяком случае, какие-то веховые, такие эпохальные консольные игры здесь тоже не обошли стороной. Всё-таки Мирджанов очень хвалил Зельду, Акарину. Романов один раз в жизни похвалил игру, и это была Sonic Adventure. Ну, то есть, они хотя бы как-то пытались. Но, тем не менее, слишком многое, по-моему, осталось за кадром. Я не могу вспомнить, что, но мне просто кажется, что в 99-м году, это же был отличный год, что в 99-м году было гораздо больше интересных игр, чем то, что мы видим в журнале. И, ну, естественно, мы видим то, что очень многие игры, которые важны и входят в историю, и запоминаются до сих пор, типа Silent Hill, страна игр просто закапывала. Что Silent Hill, что Final Fantasy Tactics, что Super Smash Bros. Все просто вот... Ноль оригинальности, хуйня какая-то на помойку истории. История с помойки это вынесла, принесла назад. Вот такое дело. Как я отношусь к Евробиту? Я считаю, что это очень однообразная музыка. Меня она не фрустрирует, никак я могу ее слушать. Я... Чё? Чё я на Парапару, что ли, не ходил тогда же, когда и все ходили? Ещё как, вполне себе, я Парапару могу делать. Евробит мне в целом ок. Но я, естественно, его сам по себе слышать не буду. Если хотите, я могу вместо Нира включить сонтрек Парапара, и мы все будем слушать Евроби. Can not continue three build Evo. Отлично, да, супер. Сейчас три пьюдипа я смотрю. Блин, я... Ну, я подписался на него в прошлом году, когда вот это был большой скандал, и все на него начали гнать. Я просто понял, что он бро, а остальные не бро. Я... Хотел бы его смотреть больше. Проблема в том, что он скучный. Плюсы всех вот таких вот популярных чуваков, типа... Ну, от пьюдипая и Рэй Вильям Джонсон, и всяких там Максов плюс 100-500, до даже каких-то блогеров известных, на которых можно подписываться, в том, что... Поскольку они такие популярные, им шлют разные фановые штуки. И... Поэтому они выступали такими агрегаторами веселых вещей, которых можно не искать. Вот. То есть, иногда пьюдипай можно смотреть просто ради подборки вот этого ада, который он обозревает. Проблема в том, что он сам, на мой взгляд, не особенно что-то добавляет этому всему. Мне кажется, что у него шутки не очень... Ну, блин, я... Блин, чувак там 10 лет выпускает каждый день по ролику. Я понимаю, что у него уже нету ничего вообще, никакого креатива не осталось, но вот жалко. То есть, мне хотелось бы больше, возможно, какого-то инпута от него с другой стороны. Я бросил смотреть всякие эти... Плюс 100-500 и прочее, как раз из-за того, что просто там было слишком много ебучать себятины и слишком мало того контента, за которым я приходил. Ну, в общем... Что поделать? Что думаю про Rockstar? А что про них думать? Ну, то есть, это какая-то студия, которая очень долго, очень тщательно делает очень качественные игры, на которые мне абсолютно похуй, потому что ебаные хаузеры не умеют писать сценарии. Вот и все. Ну, я прошел, у них Макса Пэйна третьего, потому что это Макс Пэйн. Но... Я не знаю. Когда-нибудь я поиграю, наверное, в RDR 2, но я просто не верю. Вот все хвалят, и я не верю. Потому что до этого, сколько я не видел сценарий от Rockstar, мне всегда было противно. Так, стрим доступен. Хорошо. Так, можно ли за видеть, что за неимением концепта авторских колонок авторские... Автор превращали в них и новости и превью рецензии? Вот, скорее, да. Это то вот, что я до сих пор припоминаю. Это рецензию Овчинникова на Йоши для Nintendo 64, где он половину рецензии начинал что-то говорить про свое видение стратегии Nintendo. И говорил он, конечно же, глупости, или капитанства, или глупости. Одно из двух у него там было. Но это не имело никакого отношения к, собственно, тексту рецензии. И да, возможно, скорее всего, от этого очень сильно журнал пострадал тогда, потому что... Все-таки хорошо, когда рецензия посвящена какой-то игре, а не... Письма читателей. Хорошо, надо будет больше ей внимания уделять. Хорошо. Вот. Ну ладно. Мы в прошлый раз остановились на 17-м номере за 99-й год, и... Увы, это... Это номера с такой версткой, которую невозможно читать. Давайте полистаем этот номер медленно. Это же 50-й, юбилейный 50-й номер страны игр. И его почему-то иллюстрируют абсолютно отвратительной картинкой, где лучник кастует фаерболы из... колчана стрел... Что нахуй тут происходит? Нет, подождите, у него лук левитирует, и он кастует фаерболы из... Ладно, чем больше я смотрю на эту картинку, тем меньше она мне нравится. Так, в субботу точно будет стрим Max Payne. Насчет субботы давайте я вот что скажу. На прошлом стриме меня попросили устроить сходочку, поэтому давайте оперативно подсуетимся и соберемся в эту субботу, то есть это какое у нас будет число? Это будет первое... Нет, второе, второе. Второе марта. Давайте соберемся, например, часа в три. Предложили заведение под названием Косой Маркс. Не знаю, наверное, там стебут социалистов. Я не против. В общем, в три часа дня, я думаю, в субботу, второго марта собираемся в заведении под названием Косой Маркс и не знаю, сидим пьем сидр, например. Можно будет часть к четыре посидеть до семи и потом в восемь будет стрим и да, это будет Max Payne. Max Payne работает нормально в окне, я проверил, вроде бы все хорошо. В прошлую субботу был Сэм, значит, в эту обязан быть Max. Yes! Да, все так. Вот. Так что да, анонсик сделал. Приходите, если кто хочет потусить. Продолжаем разговор. Это арт по князю, я не знаю. А Initial D я не смотрел, мне не смотрел. Мне, я, в общем-то, прохладен и к Евробиту и к машинкам. Да и к аниме практически так что. Рецензии читать будем, если да, готов к нам в сторону GameXZ. Давайте мы просто GameXZ отложим отдельно и почитаем отдельно. то есть тематический выпуск по Silent Hill был хорош, но вне каких-то тематических штук я бы, я бы, наверное, сперва закрыл вопрос со стороной игр, а потом уже начал смотреть другие журналы. И, честно говоря, меня ОПМ гораздо больше интересует, потому что, ну, во-первых, он все-таки про игры, которые мне ближе, во-вторых, там и Купер и вот все остальное. Поэтому я думаю, что с чтением GameXZ мы до него так как-нибудь дойдем. Вы, избранные, оттуда обязательно почитаем, но как-нибудь попозже. Что мне нравится? Индустриальные новости с Борисом Романовым, эксперт Борис Романов. Индустриальные новости заключаются в чем? Недавняя финансовая компания Мэрил Линч, то есть хуй знает кто, опубликовала свои мысли. Так вот, по сведениям, точнее по додумкам этой компании, нечитаемый абзац, по додумкам этой компании будет отдельная модель PlayStation 2, которая будет иметь возможность прокручивать исключительно созданные для нее игровые диски. Игры для PS2 будут стоить 70 долларов и одновременно с приставкой по планам Sony должны будут поступить в продажу 3-4 оригинальных игры и 6-7 усовершенствованных игр с оригинальной PlayStation. И после этого сразу же автор пишет, в эти данные сложно поверить. Такая цена нет, такой цены не будет. И в апгрейд старых игр тоже поверить нелегко, ведь мы же не покупаем новые платформы, чтобы играть на них в старые игры. как обычно очередную порцию в кавычках новостей про PS2 нам приходится завершать фразой «посмотрим на TGS». То есть новостей ни хрена нет и мы высираем сюда гадкие додумки. «посмотрим». Ну, ну что ж. Не, ну, Мэрил Линч, конечно, это не то, чтобы совсем хуй знает кто, все-таки это какая-то аналитическая компания, но аналитики в общем-то сосуд хуи. Я не знаю, вот, ну, ну, пахтер стал мемом еще сколько, 12 лет назад больше. То есть он угадал что-то одно, после этого все его начали слушать, после этого он делает там 20 предсказаний, которые вообще мимо кассы. И так то же самое и здесь. Короче, единственное, что я спокойно в геймингзе в мире нет никого более беспомощного, безответственного, безнравственного, чем человек, читающий игры, учу. Я и знал, что суверен, в это окунемся. Это копипаста, да, копипаста какая-то. Это какая-то цитата, переиначенная под... ой, господи. Ну вот, теперь он сам интервью с превьюхой и, конечно же, фотография себя любимого обязательно надо вот вырезать, даже специально поставить. Без ней, без этого никак. так. ощущение. Я в коих стране чудес на неделю назад реагировал, повторно не могу на него реагировать же. Вот опять, вот, мне что-то поражает, что, значит, я хочу читать, что такое шенму, тут, значит, и показали на таких-то выставках, бла-бла-бла, странный, с нормальной точки зрения, с нормальной психологией выставки, посвященной всем многому связанности с интернет, проходящих в Токио ежегодно время, разница, уже недели сегу, устроила шоу-шоу-шоу Токио гейм-шоу с расстоянием десятков метров, еще посетитель мог заметить надпись ШЕНМУ. Нам очень интересно, что вот посетитель мог заметить надпись ШЕНМУ, и, в общем, шо ж такое ШЕНМУ? Ну, окей, все, 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 все на движке игры, очень круто. Сони удивила всех феноменальными технологическими демками Next Generation PlayStation. Тут Ю Сузуки показал, что все, чем там гордится Сони, что Сони называет революцией превосходящей тот же Dreamcast как минимум в десятки раз по мощности. Меня так кринжит вот это вот мерение письками про десятки раз, ну, то есть PS2, конечно, гораздо сильнее Dreamcast, но в десятки раз это такой треп. Да. Ну, в общем, очень-очень-очень много текста, который в основном про картинку, но не про геймплей. Ну, впрочем, ладно, игра не вышла, наверное, не будет. Совершенно не назывался демодиск игры, ну, вот. Так, то есть рубрика онлайн это текст, который идет поверх текста. это... Все очень плохо. Владелец сайта, где были размещены файлы эмуляторов, подвергся беспрецедентному моральному насилию со стороны российских геймеров. окей. Ты тоже ретро-геймер! Блин, вот этот чувак даже не оставляет имейл, он оставляет Аську сразу же. Причем восьмизначную, да? Офигеть! Итак, ты тоже ретро-геймер. Геймер с носталджи, агру. Вот ретро-геймер в девятом году был Агру. И, конечно же, ретро-геймер это GeoCities.com слэш бла-бла-бла слэш 50-60. Старые игры DERA.RU Ну вот, в общем, DERA догоняет нас даже во время чтения страны игр. Буржуйнет, господи. Страшное дело. Ладно, я не знаю, я не знаю, читал ли это кто-нибудь, я не знаю, проводила ли страны игр какие-нибудь фокус-тесты насчет того, нужна ли эта рубрика кому-то. Я не представляю себе просто этого. проверить сайт дыры. не, я не буду отвлекаться от этого. Ну, в общем-то, превьюха GTA 2, которая по сути, ну, мы сделаем как GTA 1, только красивее и бодрее и лучше. Хороший пешеход, мертвый пешеход, старинная водительская поговорка. Мы вернулись в Великий Дракон. Итак, господа, присяжные заседатели, лед тронулся. Не успели еще остыть моторы боевых колесниц, стремительно рассекающих дороги и веси. Слушайте, я, я извиняюсь, я, это я опять не знаю, какое-то какое-то известное слово или то есть, скажите, пожалуйста, это что-то не так со мной или это что-то не так с Вячеславом Назаровым? Веси, да, известны, да, то есть, вы знаете его. окей, окей, шоу, значит? То есть, я, поскольку это Вячеслав Назаров, мне надо спрашивать, то есть, я бы не стал спрашивать, если я был бы уверен в авторе. В прошлый раз, а, а, я москвичи, то есть, это, это, это типа закон, ну, я предполагаю, да, поэтому обычно поля весит, автор со стилем поиграл чуть, ага, ясно, окей. Еще дымится резина на колесах предвестников апокалипсиса, могущественная СССР, уже собирается выпускать очередное продолжение. Целый легион программистов, не покладая мышей, трудятся над созданием Кармагеддон, чтобы выпустить эту добрую и милую игру. Ах. По замыслу разработчиков движок игры будет автоматически распознавать тип процессора и видеокарты, точно приводя в соответствие с желанием игрока свои возможности. Вот, вот оно, что было прогрессом в 99-м, понимаете? Ах. Ну ладно, в общем, в Кармагеддоне будут зомби. Эко наносит ответный удар, лучше бы он ничего не наносил. Зимние сказки BioWare Never Winter Nights. Блин, она же вышла когда? В 2002? Мне казалось, что она вышла сильно позже. Ну что ж. Ключевое слово онлайн, господа. Вот оно как. Завтра выхода четвертый квартал 2000. О как. И это не просто РПГ, а онлайновое РПГ. Полный аналог настольной игры. И компьютер в данном случае олицетворяет не более чем листок бумаги и набор кубиков. Потрясающе. Вот это да. Но мне все-таки кажется, что... Я в Never Winter Найт сыграл довольно мало, но у меня от нее ощущение было, что это просто еще одна такая вот РПГ. Я не знаю, как на это можно нормально реагировать. слышите, это у меня не... Тут даже тут никакие шутки не нужны. То есть вот так... Вот так фак. И это все, это все, да? То есть здесь больше ничего не... Ааа, это Dark Stone. Блин, то есть... То есть да это Диабло всего лишь. И мне нравится. Выходит Dark Stone. Оригинальная игра. Первая, наверное, единственная часть своего IP. Недостатки. слишком похож на оригинал. По-моему, отвратительная была игра. Я искренне... Мне, как вы знаете, очень нравится... Очень не нравится изометрия, и очень нравится что-нибудь более ощутимое трехмерное. Я вот играл в Dark Stone, я искренне пытался играть в Dark Stone. И... Ну, она даже не рядом была с Диаблой. Она была просто плохой. Если у Намка есть какая-то одна, но самая характерная для нее черта, то ей, безусловно, станет зависть. Я теперь обязан это все прочесть, как бы, потому что я читаю, у меня вопрос просто... What the fuck? Что это опять за аналитика? Сначала к Nintendo, которая смогла в свое время без особого сожаления послать ее куда подальше со своими требованиями по пересмотру договора о сотрудничестве и тем самым на долгих пять лет лишить ее почетного места одного из самых уважаемых издательств в мире. Что? То есть... То есть, условно говоря, у Nintendo был какой-то договор, Намка была недовольна и надавила на Nintendo. Борис Романов считает, что это значит, что Намка завидует Nintendo. Ну, не знаю. Затем к Sega, которая не менее наглым образом смогла сместить ее из авангарда разработчиков игр для автоматов в стан догоняющих прогресс. Всем Намка уже отплатила сполна за перенесенные ранее унижения. Как? Ответа нет. Ладно, давайте читать дальше. Став первой крупной компанией, поддержавшей в свое время PlayStation, она смогла вновь... А, наверное, тем, что она поддержала PlayStation со своим Ridge Racer. Окей. Смогла вновь привлечь к своей продукции внимание игроков всего мира, заставив теперь уже Nintendo просить поддержать хоть как-то ее новые форматы. Беспардонно копируя все начинания Sega, но адресуя их типичным владельцам до предела раскрученной и при этом довольно мощный блок PlayStation намка смогла создать иллюзию, что именно ее произведения являются самыми-самыми лучшими. Класс! Просто муа! Создать иллюзию! Я... Вот я обожаю такое, то есть, условно говоря, какой-нибудь Купер, да, ну, типа, топовый критик, и он... он просто хороводы водит вокруг там Tekken 3 и Ridge Racer Type 4, типа, топовая гонка, топовый файтинг, и очень многие с ним согласны, очень многие их любят. Приходит Борис Романов и говорит, ну, эта намка создала иллюзию. Угу. Ну, то есть, извините меня, а что, Tekken 3 на момент своего выхода не был лучшим? Вот мой единственный главный вопрос. То есть, я люблю, конечно, Soledge, наверное, сильнее, чем Tekken, но, по-моему, ну, Soledge был очень неповоротливым, и до выхода Soul Calibur, очевидно, что Tekken 3 был, ну, действительно, был самым-самым. И у Сеги не было ответа просто на него. Эм... Ну, ладно. Ну, теперь все это в прошлом, теперь мы завидуем Square, которое, ничего не сделав для становления PlayStation. Каждое предложение у Бориса Романова это повод просто залить себя алкоголем изнутри и снаружи. Square ничего не сделал для становления PlayStation. она всего лишь не выпустила игру, которая продала PlayStation всему миру. Ничего не сделала. Она просто наглым образом заняла место намка в списке самых важных для благополучия Sony компаний, оттеснив их в так называемый второй эшелон. Помните, нет запятой, сколько шума вызвало решение Square покинуть Nintendo и выпустить седьмую Final Fantasy на формате от Sony. Она же ничего не сделала. Помните, нет запятой, как мы все этой игрой восхищались, не говоря ни единого слова о ней самой. Помните, как мы все восхищались в Final Fantasy 7, не говоря ни единого слова о ней самой. Что ты несешь? Намк тоже захотел такой славы и она ее получила, запомнила всем в особенности Sony, что за каждый неверный шанс в сторону намка всегда последует расплата. Что она для этого собственно сделала? Да, запятая есть практически ничего. Не могу, слушайте. Sega делает лучший RPG в мире, выпускает ее на PlayStation, продает миллионы PlayStation. Sega, это если Square, Square, Square ничего не делает. Значит, Намка, Намка делает лучший в мире файтинг и приходит Борис Романов и говорит, да мне Намка фактически ничего не делает. Что? Анонсировался у Calibur на непредназначенную для нее, не на предназначенную для нее PlayStation а на новенький Dreamcast. Что значит предназначенную для нее PlayStation? Ну блин, там игра по технологическому уровню была выше, но что-то подпишется, что-то намка накалила страсти до предела, заставила нас нет запятой, затаив дыхание, хотя тут не надо запятой, хорошо, затаив дыхание, ждать развязки событий, да, здесь не нужно. Ко, игровая общественность поняла, что к выпуску этой игры Намка относится со всей серьезностью, она ничего же не сделала, зачем серьезность? Вот это мне еще нравится, блядь, вот, Это только когда игровая общественность поняла, что намка серьезная, вот только тогда шумиха достигла огромного размаха, такого, что самый невинный критический взгляд на эту драку, какую, блядь, драку, это речь идет про выпуск, сука, игры, стал вызывать настоящую бурю негодования. Что ты, блядь, несешь? Я не могу, я с каждого твоего предложения не могу. Блядь, это просто сжечь нахуй все нужно. Сегодня трудно найти такой журнал, который бы не назвал бы ссылкалибур идеалом и не поставил бы ему на своих страницах высшую оценку. Я, блядь, убежден, что если я сейчас подниму любые журналы того времени, вот каждый второй минимум не поставит ему высшую оценку. Фомицу действительно поставил высшую, насколько я помню. Сегодня так же найти трудно найти, хоть я не скажу, который поставил бы ссылкалибур, высший балл, действительно задело! Ёб твою мать! Слышите, мне, ну, блин, это просто ху... А, на эту драку, в смысле, драка это файтинг. Спасибо, что расшифровываете, потому что я так не могу, блин. Драка это, да, все, я понял, драка. То есть, сейчас, значит, Борис Романов говорит, все журналы в мире назвали ссылкалибур идеалом, поставили ему 10 из 10. Но, трудно найти хоть один из журналов из этого числа, который поставил бы ему эту десятку за дело. То есть, все мудаки, один я умный. Они под воздействием умело устроенной, нехарактерным тандемом Сеганамка шумихи. Мы, наверное, будем первыми. Я, 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 я не могу не кипеть сейчас. То есть, я, это... Как можно быть настолько некомпетентным и настолько мерзким, напыщенным, блядь, одновременно? Я... Все, все журналы в мире ставят ссылкалибуру десятки только потому, что Сега и Намка взялись за ручки, подержались, понимаете? Мы одни, мы одни в мире. Мы, Борис и Романовы, мы знаем, что... Что, как, как на самом деле надо игры рассматривать. Итак, в основе ссылкалибура лежит одноименная драка. Выпущенная год назад на игровых автоматах. Использующих в своем основе обогащенную PlayStation. Хорошо, окей, обогащенную PlayStation. Уже в то время она выглядела не ахти как красиво. И не смогла добиться действительно внушительной популярности. Этому, несомненно, также помог и тот факт, что ее предшественница, драка SoWedge, заслужила себе не самую лучшую репутацию, причем вполне заслуженно. Ёбаный в рот. Где взять все подавки Си? Я с рутрекера просто все скачал. Пиздец. SoWedge заслужила заслуженно себе репутацию. Чем он, конечно, не объяснит, потому что SoWedge была, ну, для своего, там, 95-го года, она была классной. SoWedge не SoWedge 2, а практически совершенно другая игра, в которой Намка действительно постаралась. Дополнить внешний вид качественным содержанием. Боевая система была переработана и, опять же, обогащена глубиной. Блядь, сука, оборот, боевая система была обогащена глубиной. Это топ, топ. Обогатите дыру глубиной. Большей глубиной, чем в третьем текене. Окей. Ушли в прошлое автокомбы для дебилов. Дебилы. Сука. Я... Я, возможно... Я, возможно, чего-то не понимаю. Но... Что такое автокомбы для дебилов в третьем текене? Может быть, я что-то не знаю про третий текен. Не помню. Я же не фанат особо файзеров, давно не запускал, но... What the fuck is this? Дебилы, тупое говно, тупого говна, говно. На этом все, до новых встреч. Да, да, вот те же мысли, те же мысли. Достойную и при этом доступную каждому пню боевую систему текена. Игра осталась вполне оригинальной, внедрив в файтинг полную свободу перемещения, которая не мешала бы игровому процессу. Я... Я реально, я вот это тоже не понимаю. Добавив свободу передвижения, которая не мешала бы игровому процессу, наоборот, добавляла бы в него, опять же, глубину. А типа до этого все трехмерные файтинги там что-то мешало? Я не знаю, там, яйца танцору мешали? Блин, ну я точно помню, что в третьем текене там у True Ogre была вот эта вот атака огнем, которая... Ну, ее надо было сайдстепать. Как? Что тут мешало? Я не понимаю. Свистать всех наверх, а у вас по курсу продашь. Хорошо. Ладно, тем не менее, все вышли перечислены. Не хватило бы драки от нам, чтобы достать... Запятой, нет. Место в списке самых-самых игр виной тому послужил отсутствие и основе сонкалибура сбалансированных героев. Что? Значит, все перечислено. Не хватило бы, чтобы занять достойное место в топе игр. Виной же... Я не понял. Я не понял. Не хватило бы. То есть здесь бы, здесь... Сослагательное, блин, наклонение. Что? А дальше виной послужило. Уже не сослагательное. Что? Ладно, отсутствие в основе сонкалибура сбалансированных героев и глубокого игрового процесса. Безусловно, такие понятия, как баланс и глубина, ничего не значат. Для фанатов разных Mortal Kombat'ов и Tekken'ов. А для нас... Слава богу! Thank God for me! И еще для нескольких миллионов игроков эти два слова являются определяющими при оценке проекта. Не видеть... Не видеть с лукалибуру бы тех наград, которые обязательно получат, если бы не одно но. Как соневский гран-туризм и новый... от намка выезжает не за счет положенного в его основу гениального игрового процесса которого мы выйти в этих играх не заметили мы не заметили гениального игрового процесса в soul калибуре страна игр главный роль была отведена различным дополнением трансформированным разработчиками в главную для тебя сейчас я я я пытаюсь это просто в голове про парсить даже я парсить это не могу и так новый продукт выезжает не за счет гениального игрового процесса которым там нет даже в них главная роль была отведена дополнением трансформированным в главную достопримечательность главная роль это дополнение которые главная достопримечательность этих продуктов именно продуктов продуктов причем нацеленных строго на массовое потребление продуктов без всякого сомнения отличающихся отменным качеством которое заметно всем я не понимаю слушайте я прочел этот абзац уже два или три раза я прочел его вслух здесь просто нет смысла никакого то есть он говорит что у нас на стриме спешил гест оу да действительно зашел на стриму я без шуток пошла носом кровь вот так более работают мид панчить сквозь у меня я пока держусь но я я я под допингом сейчас нет это 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 я пытаюсь понять просто что он хочет сказать главный не игровой процесс различные раз дополнения продукты массовое потребление продукты качества качество soul caliber графика дизайн движения героев детализация до арены благоговения эстетства перейдя к бою игроки поймут и смогут делать кульбиты те чувства что рождает его игрового игрока soul caliber я не могу это геноцид запятых здесь прошел мне очень больно читать из-за этого но хорошо и значит те чувства которые рождают игру игрового у рядового игрока soul caliber заслуживает самой высокой оценки именно они они игровой процесс заставляют нас мочить друг друга заранее нечестным бою то есть различные дополнения трансформированные в главную достопримечательность это чувство которое игра вызывает у рядового игрока и чувства которые заставляют нас мочить друг друга хотя мы не видим ничего гениального в игровом процессе мне очень плохо сейчас так ладно хорошо кто стране игорь и цензировал двенашку одинцова наверное а кто еще не знаю не ну ну явно не я если не я то наверное одинцова больше то там таких jrpg-шников то особых и не было поэтому ладно я пытаюсь пытаюсь понять значит прелести soul caliber не заканчиваются ставим мы нам к памятник за что за пару режимов первый из них называется интернет и интернет это различные секретные дам лоды второй режим мишин до мишин батле служат тем же чем служил режим гран туризма то есть компания то есть режим мишин батл превращается ул калибур из слабой в мультиплеере драки в красивую интересную игру то есть сюжетная компания вызывает уважение даже у самого заклятого врага продукции нам к награды за выполнение это очки которые тратятся на секреты эти награды например картинки персонажей либо арены герой окей или театр где вы можете посмотреть на пируэты из таких мелочей складывается все великолепные сумка любу вам давайте чуть-чуть что что пишет разумкин так сравниваем виртуар файтер 3 калибр превосходит графически является продуктом удобно управлять много опций недостатки и дисбаланс в игре обычная ситуация когда вас начинают бить а никак нельзя остановить этот процесс пока не прозвучит долгожданный кей о серьезно я первый сал кальбур почти не трогал я там прошел быстренько аркадный режим понял что она управляется так же как и 2 и 3 понял что это одна и та же игра по сути я совершенно не верю в то что в первом сал калибуре были вот какие-то стопроцентные джаглы потому что их больше не было никогда не внезапное бешенство и он может начать выполнула и понятным я я просто не верю в общем ладно что пишет овчинников этой до сал калибур это игра нового поколения о господи сал калибур неинтересно учиться играть все и так слишком доступно и слишком красиво с самого начала чтобы пытаться выписывать смертельные пируэты его прожать воображение зрелищными ударами здесь круг и пуша батон сам фига сам хастерапом окей любое 9 действия противника легко прогнозируется он будет бить я я я наверное чего-то не понимаю опять в мире файтингов может быть я как может быть я просто не играл в виртуа файтеры поэтому я этого ничего не понимаю но 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 что 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 за хуйня просто вот вот что что я читаю у вас файтинг где два бойца выходят друг против друга и и и и и вообще никого претензия что любое действие это бить а как куда зачем это уже совершенно не важно весь сул калибур строится на том что это максимально важно у тебя хай миддл или лоу у тебя есть верхние и нижние блоки для этого у тебя есть броски для которой контрят верхние блоки мидд удары которые контрят нижние блоки в общем весь геймплей до построен на том что тебе надо перехитрить своего противника переиграть его правильной комбинацией непредсказуемых в общем-то ударов я не понимаю что это за претензия как это значит неважно куда тебя бьют одна и тактика работает на 90 процентов персонажей если за них играет борис романов я не удивлюсь овчинников говорит что в сул калибур слабое все кроме игрового процесса романов говорит что слава что все кроме игрового процесса там сильная какой ужас ладно халтурный ролик на движке концовки а а липоватые скетчи с кульфом сюжет я я я чё-то я я я реально я не понимаю мне ну да кросс обзор да но просто всем это вот эта ситуация когда все мнения в кросс обзоре вызывают ахуй как в мгс 4 вот ладно напоследок вишенка на торте от бориса романова значит в мультиплеере сал калибур уступляя уступает третьему очевидно вирту а файтеру просто файтеру окей однако этот факт компенсируется всевозможными дополнениями превращающими в сал калибур не просто в голый файтинг а в полноценную игру то есть файтинг это не полноценная игра минус балл за оригинальность я я не могу в общем это это ужасно типичная для всех драк от нам к отсутствия баланса способны убить удовольствие от игры вдвоем ну контр пика и чё ты и все же запятая сал калибур это продукт борис романов это худшее что со стороны игр вообще случалось это мир самый самый главный меня поражает вот что давайте еще раз вернемся просто к поинту бориса романова в дополнение за которые надо ставить нам к памятник первый из них получившие название интернет еще покажет себя в бою когда в середине сентября нам к начнет выкладывать секретные доу лоды то есть его нет если мы сейчас смотрим на вот эти вот различные дополнения а романов не используя другого слова так дополнение дополнено что такое дополнение к файтингу во первых первого во первых их нет во вторых это ублюдочный сюжетный режим то есть ублюдочный сюжетный режим в которой блять нормальные люди играть не будут сал калибуре никогда это то что сделала его не голым файтингом а полноценной игрой и мы единственные во всем мире кто это понял а все остальные поставили десятки за то что нам к сега и подружились вот суть этой рецензии по моему это какой-то дикий пиздец я не я ничего не могу говорить про какие-то баланс не баланс то реально баланс это топовым что предъявляют каждому файтингу вообще просто без без вариантов поэтому я насчет баланса просто молчу играл сюжетку калибру тушь играть было не с кем прекрасно понимаю но я не знаю я вот я сейчас 6 калибру играю я даже я даже не пытаюсь что-то запускать это настолько унылое говно что ладно здравствуйте редакция страны игр поступал покупаю ваш журнал постоянно с 1999 года тогда он был красочным конечно кризис в августе прошлого года затронул и вас то есть человек ошибся с годом сразу же понятно я читаю у вас с будущего года нет 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 также хочу дать пару советов я не нашел в вашем журнале странички с юмором очень хотелось бы увидеть анекдоты смешные статьи еще было бы оригинально устроить для примера конкурс на самый веселый необычный случай глюк или еще что-нибудь который читатель нашел в игре интернете в программе или еще где нибудь да вот к несчастью вот хотя мне нравится вы говорите смешные статьи тут в ассортименте но то есть автор прочел журнал прочел дазарова и такой я не нашел в вашем журнале странички с юмором пишет тебе геймер джон у меня маленькая просьба во первых хочу вас хвалить я вам аплодирую я прибежал из магазина с про содержание статей вообще молчу это просто супер о господин извините я я я я сломался потому что купер прислал скриншот я так понимаю фейсбука бориса романова где выложена цитата и не забудьте на рынке лакшери лайками можно измерить только зависть вот такое такое ужасное ужасное все господи итак значит что за дерга че со списком продукт что такое official playstation 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 ладно я давайте наверное просто на следующий номер пойдем чудо вот удивительным блин то есть я в начале стрима я вспоминал какие игры знаковые того времени хвалила страна игр и получается что сук альбур наверное она тоже хвалила 1 над эти 9 и 5 но по тексту у меня ощущение просто такое что везде говно и дисплеер но есть сюжетный режим в общем то это все что я вынес из текста про сам калибру мечтала об этом номере но но это то что вот это вот лара на обложке не серьезно это же ну то есть как это наверное не лара но но вот вот так подождите что как что какие письма читать теперь письма читателей только что были в самом конце теперь они в самом начале ну ладно считаю что очень как-то очень много всего итак у вас нет новых рубрик можно было ради приличия что-то настряпать большинство игровых изданий постоянно стремятся как-то позабавить читателей оси консервативно ну вообще вот это хороший поинт то что приходит в си большой гигантские просто не текста ответы очень сухие мне кажется что вот это вот наверное вот сонин потом как-то более плотно этим займется ну в то время что я помню с вами с вами этим занимался он отвечал объемный это было видно что живой человек отвечает и наверное людям это нравилось и здесь кажется как раз такого действительно особенно нет нету в том что в то время вот почему если приставочные игры в инвал в мире номер один в российской прессе сплошное пока почему с приставочным играм удовлетворяется четверть журнала почему на playstation что и что что происходит очень панцер командор я еду на танке и башку во вот это мне нравится человек воспитанный на фразе продукты 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 пошел дальше и значит он ушел от бусурманского слова продукт и пришел к такому родному советскому слову изделия я рублюсь панцер командор изделия неизмеримо далекая от игры мечты я еду на танке и башкой верчу у кочки чувствуются и вообще оу-боу-оу-ой слушайте какой 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 какое графомания теперь вилка вам в бок постер не то диск не то система оценок она должна быть такой как есть никого не слушайте вот только русские люди ставят за графику и звук они видео и саунд да окей все словно в геймак за провалился продолжение смотри на странице 94 то есть журнал начинается на 2 3 страницах на целый разворот а босса на и графомания какого-то хрен знает кого и продолжение смотри в конце потому что она на 2 на целый разворот не влезла вилка в рот мне ноги вилка мне в бок да давайте наверное мы куда-нибудь прыгнем сразу дальше потому что я не могу это все читать давайте быстренько на дракан посмотрим потом перейдем на систем шок и чё-то как-то перепрыгнулось что такое дракан это александр щербаков лара крофт лара крофт понятно ну вообще это действительно выглядит как дракенгард какой-то итак что мы узнаем про дракан очень очень интересным давайте я попробую немножечко почитать щербакова чтобы вы не расслаблялись значит все томрейдер все все естественно про томрейдер значит напоминает но только враги орочи морды огромные пауки какие-то мерзкие твари которые после смерти очень красиво агонизируют ну и прочие им подобные уроды понятное дело но рубать их одно удовольствие а не рубать другое но я не об этом тварям можно оттяпать лапы а это радует иногда даже первым же ударом подбежал к замахивающимся палец и гоблину и тяп его по лапе вот он больше и не сопротивляется и кровища даже не ожидал кровь течет в драканы ручьями заливая изумрудную траву и серые скалы конечности отлетают в разные стороны и валяются там где упали я даже в речку за пятернёй одного товарища нырнул там плавает а уж как летят в разные стороны струи красной жидкости из умирающего монстра чего и меня не запомнил но об агонии которого уже упоминал веселуха это не заканчивается вообще все приключения проходящие на поверхности земли несмотря на тумрейдеровость очень даже симпатичны в водичке поплавать можешь а водичка красивые прозрачные круги по поверхности ходят пузырьки наружу всплывают это я не о том что кто-то тонет просто так красиво все это выглядит блин че-то ой слушайте нет вот этого продаж продолжается просто кошмар какой-то зараза шурша крыльями припорхнет к вам на помощь сильный охотник это тарух но врачи гадины тоже не лапти и летишь бывало по каньону а они тебя давай из метательно стрелятельных в тебя палить а так ведь и сдохнуть можно попадет в тебе бочину деревяшка зажженная из баллисты выпущенная и усё вниз летим ну то есть не летим а падаем модное заключение модное оно потому что его не будет обычно ревью заканчивается выводами и вердиктами и тому подобное я решил сделать поинтереснее не писать его вообще еще в последнее время все что-то начали активно пользоваться под заголовками это типа стильно а потому и я решил последовать за волной и проставить по скоренькому заголовочки очень симпатично получается делаю я это в первый раз и очень надеюсь в последний ну ладно я вроде статью собирался обрывать а не трепотнёй заниматься а то не модно не стильно и не современно получится все обрываю многоточие блять нет слушайте в великом драконе даже такой хуйни не было я не могу это пиздец когда мне платили за знаки лариси я никогда себе такого не позволял блять что это что это нахуй такое что я сейчас смотрю вообще недостатки героини сделанные закосом под лариску недостаточно сильная атмосфера игры можно даже сказать что почти что никакая хотя казалось бы все для этого на месте человеку надо 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 вот надо как-то насрать но но нечем атмосфер нет атмосфер все недостаток ужас все для этого есть атмосферы нет достаточно интересный местами оригинальный продукт выделяющийся из станов станов клонов тумрейдера и в то же время крепко в него вписывающийся кататься весело и бегать также что очень даже неплохо все же скажем что разработчики потрудились достаточно неплохо я не знаю вот блять когда я пару недель назад в твиттере просто горел пламенем после вот этого очередного чтения бренд сказал ну чё ты гонишь блин все там были школьниками я сказал что романова было 24 поэтому ему непростительно теперь мне интересно сколько было щербакова тогда школьники вот так вот не не будут выёбываться мне кажется это и стейкс и джейдер отдал чуду диска и нас больше почему за саунд 11 это максимум здесь то есть тут сняли сняли за управление балл полбала за геймплей и балл за оригинальность ой господи да я даже игру не знаю но 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 как же больно то возвращение блудного бля сразу сразу же клише тебя нокаутирует по 1 авторов авторы неизвестные может быть они просто хорошо похвалят систем шок вот говорим 3d экшен и сразу же четко представляем в углу экрана символический ствол винчестера или услышав скроллинговая аркада вспоминаем о плывущих стенах нет нет а это автор о том что систем шок 2 не вписывается в жанр ноки минус полбала за графику минус полбала за оригинальность что нет правда минус полбала за оригинальность систем шоку 2 в девяносто девятом году кроме кроме воров ничего не было же вообще вообще ничего не было высочайшая атмосферность богатейшая литературно-сюжетная канва о как сильно похвалили яркая киберстилистика киберстилистика это звучит как что-то из твиттера кибер every word но не но читать это все вряд ли стоит потому что то есть судя по всему авторы все-таки понимают игру и они все-таки недаром начали с того что мы как бы тогда же слов и мёрзи всем еще не было и поэтому от очевидным пришлось потратить полосу на то чтобы рассказать что в жанр это не вписывается и здесь все достаточно более тонко чем просто по стрелушке или просто rpg ну-ка блин неужели они слушайте они по ходу даже не заспойлерили шодан ну я вот просто по диагонали читая я не вижу ни одна арта по моему с шодом не было то есть это насколько же они это насколько надо постараться чтобы хваля систем шок 2 ни слова не сказать про главную причину его хвалить это же это да какую выдержку надо иметь и какую осторожность вот я о чем я о том же конечно полиморф бы уже пересказал тебе весь сюжет вплоть до концовки вот ну я сейчас автором просто я понимаю что это наверное в то время был такой сайт гайст но это не значит что в сторону этого цель гаста не надо плюнуть потому что за что они сняли пол балла игре за отсутствие мультиплеерного режима это знаете это как это как вот опять же страна игры которая говорит resident evil 3 говно потому что он не пошел по пути динокризисов в полное 3d нахуя нахуя делать все хуже не надо делать хуже у вас одна из лучших синглплеерных игр в истории вышла а вы говорите нет мультиплеера при том что в игре реплеабилити огромный за счет этих же разных классов обилок и вообще того что там все генерируется относительно процедурно ну то есть ну я между враги по крайней мере респауниться и ситуации не будут от совсем уж аналогичными то есть но но мне мне кажется вот вот стыдно полбалла за это скидывать но в целом текст вроде вполне себе в игре коп есть до его потом вели патчами но это это неважно он не нужен в системы систем шок это хоррор не портите его мультиплеером мне очень нравится вот этот перенос просто обратите внимание на потрясающую верстку она даже не 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 до конца абзаца ничего примерно за 100 страниц до этого началось предложение так вот рост пролив мы не испортив не манжеты не жизнь это перенос размером связи журнал это доиграли с мультиплеером посмотрите на индустрию сегодня именно так да да я я же почему тут негодую не только потому что тут плохие тексты а еще и потому что авторы пытаются утопить хорошие вещи и продвигать плохие и вот вот это у меня вызывает особое негодование потому что я очень ценю прессу вот за ну не знаю и воспитательные какие-то возможности за то что она вот пытается пропагандировать верные ценности а тут а тут неверные ценности тут какая-то хуйня слушайте смотри смотрите в общем что это было вот этот гигантский вот гигантское словоблудие поганые да это это все был сорос виноват вопрос что случилось с командой вальф действительно актуален до сих пор 2019 год мы все еще не знаем что случилось с командой вальф во всем вынужден согласиться пишет дмитрий острин все исправим ну блин скучный ответ блин какой ужас какой ужас слушать это пиздец почему почему-то читательские письма превратились филиал гейм-экзэ вы видите вот это все какой блять кошмар просто пойдемте на дальше уже это это я отказываюсь это читать что тут у нас октябрь 99 года да блин дойдем мы сегодня до конца если будут скучные рецензии туда не о нет о нет опять гигантские письма и так что в этом номере playstation 2 премьера новой философии за что дальше и сети с но это превьюхи наверное мы не будем смотреть превьюхи особенно можно варкрафт глянуть одним глазком конечно обзор принцип персия 3d блин я в нее так и не поиграл вархаммер пандора сон ривер ну окей итак playstation 2 премьера новой философии sony оставила у нас впечатление какой-то недосказанности так или иначе sony производит неизгладимое впечатление а и 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 PlayStation 2 слишком дорога Для того, чтобы быстро превратиться В популярную консоль Нет, нет На самом деле, мне кажется, вот PS2 это как раз Та консоль, которая Прям с самого начала Была достаточно расхайпанная И уже очень быстро Через год уже, что ли, там К ней вышли такие игры Которые просто было нельзя не купить Жизнь после поезда Мне нравится заголовок Прям мы уже Мы уже оставили это позади Вот, слушайте, слушайте, я не зря пошел читать новости с Борисом Романовым, эксперт Борис Романов Майкрософт тайно готовит к выпуску собственную игровую приставку Как это не странно, но многим слух о том, что в следующем году Майкрософт намерен выпустить на рынок некий подключаемый к телевизору аппарат Внутри которого будут находиться микросхемы от Intel и Nvidia Показался настолько правдоподобным Что они на полном серьезе Начали обсуждать то Запятой нет Как сложно этому аппарату будет бороться с PlayStation 2 По-моему, запятой нет Всем тем журналистам, которые клюнули на эту сенсацию Нужно срочно сходить к врачу Или по крайней мере Повзрослеть Я сегодня ничего не скриншотил А надо бы Лучший эксперт Просто лучший Идея выпуска дешевого ПК, который можно подключать к телевизору, не нова Более того, она абсолютно неинтересна и практически бесперспективна А-а-а, эксперт Что-то, что-то, что-то сказать Король, король ночных симуляторов Какой король, какой король, где, где гран-туризм Король ночных симуляторов, боже мой А-а-а, ладно Да, только время может расставить все по своим местам Это, знаете, как А решать, конечно же, вам Warcraft 3 Ну, действительно, выглядит как Warcraft 3 Blizzard объявила себя изобретателем нового жанра РПС Ролплейнг стратеги О, как Ну, неплохо Принц Персии 3D Цитата из Принца Госплана Мехнера назвали Мешнером И единственный недостаток Принца в Персии 3D Это неудобная система сохранения Великолепная реинкарнация игры Полтора раза управление, полтора раза геймплей Я уверен, что если я это попробую Я буду страдать просто невероятно сильно Что нам скажут про Соло Ривер? Примерно то же самое Примерно то же самое Примерно то же самое Пересказ сюжета Вот, я думаю, как же Щербаков расскажет нам Про вот этот момент, когда Кайн отрывает крылья Розиэля Я настаиваю, что на самом деле Кайн был большим поклонником творчества Алексея Максимовича Горького И не мог потерпеть наглости Опровергающие его мысли молодежи Короче, как повествует красочное интро Главный клыкастый поотшибал подчиненному крылья И приказал отправить его в бездну Обмотав рожу плащом, дабы скрыть изуродованное лицо Парню челюсть оторвало и сказав себе Я Бэтмен Розиэль отправился свергать власть Кайна И останавливать распространение Носферотуизма по планете О бой Текст заканчивает тем, что игра слишком долгая Да еще и ее треть вырезали Может быть когда-нибудь еще выпустят Эти обрезанные уровни И исключено войдут в новую серию Серию истории о Носготе Выйдет такой продукт Мы не огорчимся Я вот Я ничего не понимаю Что они делают Эти люди, которые вот это все пишут Нам еще пять номеров О бой Извините, они вытатуировали на плече Лары Кармака Станция 2000 Еще это тогда было Пленеджер радио ультра 106,8 FM Наверное, в 2009 это еще была Станция 2000 Что-то все очень скучно У вас есть новая рубрика Уголок гоблина Мне стало интересно Нет, не тот ли гоблин, который ждав трамвая Пытался замочить толпу ракетами Опубликуйте мой e-mail Извините, а это кто? Это Fighting Force-овский же? Да, Fighting Force 2? Абсолютно отвратительно Ну, что ж Что такое Tomb Raider у нас? Это рецензия или... Не, а, это хит превью Я загляну, наверное, одним глазком на это превью Но вообще я ничего от него не ожидаю Обзор Resident Evil 3 О! Вот сюда мы и пойдем Давайте посмотрим на то, что они про ларку пишут Да что ж такое? Почему нумерация страниц не совпадает с нумерацией страниц? Во! Итак, на какой момент Когда несмотря на внешнюю привлекательность и заинтересованность Звезда начинает тускнеть Все так Феномен Tomb Raider потому и феномен, что Долго люди от нее не уставали, значит, от ларки Теперь начали требовать хоть что-то другое И этим чем-то у ужаса наверняка окажутся новые элементы игрового процесса Ох уж эти новые элементы Ой, прям даже я заинтригован Какие же будут новые элементы? Нету для среднего дизайнера большей муки, чем выдумывать эти самые новые идеи Так, ладно Да, после этого ни слова про новые идеи нет Где же новые идеи-то? Где же новые идеи? Сергей, где идеи? А, вот, значит Разработчики отказались от современной сюжетной линии Никаких Больше конкурентов, никаких злодеев Это, конечно же, нихуя не так Никаких путешествий по миру Девочка маленькая, родители далеко не пускают Смех.mp3 А, вот оно почему То есть Это Овчинников пишет, потому что Он решил, что Ларе в очередном опусе Не 30 лет, а 16 И внушительные объемы бюста никуда не делись Ситуация, конечно, комичная Но ничего не поделаешь То есть Это, знаете, это как вот Овчинников писал рецензию на Resident Evil 2 Которая вся была посвящена тому Как он ходил по Raccoon City Что ты в игре делаешь 5 минут Точно так же у меня есть такое впечатление Что Вот весь этот текст он написал Думая, что вот этой Ларе 16 лет И я это понимаю из ее текста Теперь Ларе 16 И она не выходит из одной локации И родители не выпускают Потому что девочка маленькая То есть Он реально думал, что все время в Египте Вот эта вот Лара Это 16 лет Потрясающе о бой ну что тут нигде более в игре мы не встретим занудные надписи у занудливой надписи лодинг по завершении каждого уровня игрокам будет рассказываться красочная история в чистейшем силиконовом история в чистейшем силиконовом формате а пока будет идти ролик движок игры будет подгружать следующий уровень я даже верю что это они пообещали но большего вранья опять же блин ну то есть come on игра сделана из лодингов просто полностью там надо из уровня в уровень бегать а из лодинга владим как это же невозможно делать одновременно миры хабы с возможностью бэктрекать через уровни как это в ревелэйш не вообще одна из главных фишек это из главных нововведений и одновременно обещать силиконовые ролики между уровнями когда по сути там уровне ты никогда не заканчивается это вау то есть возможно разработчики об этом врали но это самое худшее вранье что они только могли придумать впервые с появления лары для залезания в любимый рюкзачок не потребуется останавливать игру что то есть инвентарь менеджмент хотите сказать что будет проходить в реальном времени здесь во первых это же вранье но во вторых что гораздо страшнее если бы нельзя было поставить в том рейдере игру на паузу для того чтобы залезть в инвентарь не играбельно бы стала исчезнет адский хоровод предметов вокруг воображаемого костра в центре экрана это dark souls опять конечно же не исчезнет пообещали что гигантских лабиринтов в игре я блин слышите я я в восторге от этой верстки я искренне в восторге от этого переноса сейчас ладно там рейдер 4 не могла стать resident evil 5 просто потому что в ней не было технологической базы для resident evil 5 и механика была совсем не то все таки там рейдер это не экшен в котором у тебя две аптечки три ствола этот скриншот ой разумкин пишет даже даже не один из этих трех неприятных авторов лучший переноса всю историю сета к переворот страниц мне кажется лучше этого можно было сделать только как здесь если бы это было не переворот страницы а там на галары и вот этот вот перенос сюда вставить было бы вообще просто и идеально ладно резидентом 3 а по-моему дай на crisis разумкин же хвалил или я я уже забыл наконец-то все прокричали отбросив непройденный дай на кризис пошли восхищаться шедевром до 3 резик увидел свет стоит ли радоваться до продай на край списал разумкин все верно итак капком пытается эксплуатировать лейбл и жанр они саму игру как можно эксплуатировать саму игру ну ладно руки прочь от великого непогрешимого а может орать сколько угодно и сегодня по ему необходимость выпускать через три месяца после дай на кризис практически аналогичную игру вот это кстати хороший point что если между релизами не так много времени и рецензент играет в обе то ну его реально очень мне кажется действительно утомить 1 и это из первое уже а второе не сможет произвести достаточно впечатления за оригинальность немезис получит круглый 0 я думаю поклонники третьей части сейчас негодует и будут говорить что но там же немезис рандомно выходит на на игрока и значит все время есть опасность с ним встретиться еще например но там же есть эти моменты где ты выбираешь в какое какое действие провести и какая-то нелинейность от этого будет идти но я бы сказал что 05 за оригинальность можно было бы дать здесь я опять но я в целом я понимаю к чему он клонит и я безусловно согласен что немезис надо за оригинальность пинать очень больно немного истории бла-бла-бла крис уезжает в европу джил никуда не уезжает остается жива решает выбраться из города и так немезис убивает викерса спасибо за спойлер капком решил не отказываться от сюжетной смены персонажей джилл все же не удается избежать зубов зомби бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла ну то есть или он не прошел половину игры или я не знаю зачем так нужно врать потому что джилл заражает немезис и зомби там и не пахнет вообще никоим образом карлос ищет вакцину после излече не оказывается что она пролежала сутки да хорошо двое суток как мы изменился резидент скудности он упомянул о важном сюжете моменте на низах ну такое такое то есть я я не знаю зачем про бреда надо было рассказывать и если уж говорили если уж про ними за сказали то не стыдно и то есть врать по крайней мере мне кажется точно не надо бы 10 типов зомби джилл перелезает через ящики избегает атаки врагов полезно на высоком сложности разработчики утверждают что появилась возможность активно использовать окружающие вас предметы а до этого что пассивно то есть я не не про чем речь взаимодействие с окружающим миром заключается возможности прятаться от врагов за углами что взаимодействие с окружающим миром заключается возможности прятаться от врагов за углами ящиками столами и так далее дорогие знатоки resident evil 3 вы можете это объяснить я я не могу это объяснить как и раньше в игре существует несколько сюжетных развилок где вам придется сделать выбор никогда раньше в резидентах ты не делал эксплицитный выбор нет то враги не как раньше если верить нашим коллегам игравшим в бета-версию на е3 то есть сам рецензент не знает и если верить коллегам то сюжет зависит не только от ваших действий на и от времени значит если ты сам это проверить не смог ну не знаю я бы я бы вот я бы это не в рецензии не писал конечно графика без изменений плоские картинки красивее спецэффекты получше что еще фанаты заканчивайте читать игровые процессы управления не изменились совершенно блин возможность сделать разворот на 180 градусов на самом деле самое важное нововведение в этом управлении после ввода автоприцел и так как раньше вы или стреляете или перемещаетесь оу важный момент из дальнекрозис разворот на 180 градусов мной не был обнаружен в первой части был выбор несколько раз расскажите пожалуйста когда там был выбор мне кажется в первой части ты не сам не выбирал ничего ты или делал что-то одним путем или делал что-то другим путем из-за это из-за этого триггер из развилки но ты не мог прямо сам выбирать делать тебе прямо одно или другое вот ну да как и борис романов не нашел в парасайты в кнопку бега михаил разумкин не нашел в резидент и вл 3 разворот на 180 градусов который ну блин я не знаю это самое важное нововведение в игре отсутствие удобных возможностей я связываю со сложным процессом взаимосвязи трехмерного и плоского это что-то про новые тренды в аниме да к это сложный процесс взаимосвязи трехмерного и плоского это новый берсерк наверное чем поговорим далее итак рендеренный задний план это красиво трехмерный движок никогда не добьется подобного на playstation хорошо что ты написал спасибо но трехмерные персонажи игры зачастую смотрится чуждо и не уместно на этом самом прекрасном фоне и несомненно традиция вещь могучая возможно резин ты не стал бы таким ожидаемым будет полностью трехмерным а-ля дайна crisis да все это верно если бы не одно но трехмерный то есть полигонный мир динозаврового проекта был снабжен динамической кинематографической камерой улучшавший и упрощавший игровой процесс я к этому есть много вопросов играя в плоский днемезис фиксированный вид сужающий обзор это способствует нагнетанию атмосфер на слабо вяжется с другими программными продуктами того же жанра о господи я не могу меня эти совет совковые обороты меня прям ух программный продукт господи давайте вспомним убогую систему транспортировки хранения предметов и сохранения в игре все на прежних местах частами бегать между сундуками ломать мозги на вопросом что взять а что оставить несмотря на изменение такой неудобной системы сейвы с этими лентами также не оправдалось реализм реализмом об игроках иногда надо надо выдавать мне нравится что история опять же здесь разрулила все потому что ремейк 2 резидента вернул сейвы на машинках и вернул ящики и абсолютно нормы мне нравится что разумкин называет резидент evil 3 фанатским проектом то есть здесь все оказалось фанатский проект это всякие не знаю дадзинси американская версия должна появиться в ноябре в европе появится в 2000 году вопрос как ты ау то есть это рецензия на основе японской версии может быть в ней джил зомби кусают но я даже не знаю так ладно я я хочу все таки долистать этот год сегодня поэтому мы может быть чуть-чуть побольше потар поторопимся и может быть немножко задержимся но я очень письмах читателей немножко разочаровался ну ладно я даже всех трехсот минут 300 мудаконов спасла мудакенов спасла значит метод выпуска ваших журналов в скобочках газет прекрасно что же вы выпускаете свои газеты спецвыпуски потом raider 2 и 3 такое было вот это да давайте создадим фан-клуб там raider пишет деды если девушка пишет то сразу фан-клуб там raider ведь мне 20 лет я старовато для игр после кризиса газеты шумнен это был журнал на хреновые бумаги мне кажется называть это газетой несколько унизительно наверное и так хэллэмис дунки конк 64 о господи такой хит боже мой и тернал аркадия я могу немножечко проект почитать так обзоры горький певич герой 3 армагеддон ну в общем то ничего особенно много тут и нет playstation 2 это больше чем приставка и чо то что можно купить жесткий диск и модем ну ладно как скажете как скажете донки конк 64 чем же он хит расскажите мне пожалуйста нинтендо собирается сделать из возвращения персонажа настоящее событие и серьезно утверждает что новый дикей сможет переплюнуть в плане популярности и и уникальную окарина в тайм господи нинтендо как низко ты пала дикей 64 это банджо казуи заметно похорошевший графикой нет с не поддающимся осмыслению игровым процессом вот это абсолютно верно он совершенно не поддается осмыслению а и и и и и и и и и не помню она вышла или нет я первые две части вот я играл а дальше я как-то перестал особенно как-то за этим следить за фондом помню stranger's red вышла на иксбоксе а про манчо я вообще ничего не помню ой ладно борис романов пишет про скайзов аркадия хорошо хорошо и так даже небольшое отличие какой-то в жанре рпгс то можно считать крупным шагом вперед скайзов аркадия вся состоит из небольших отличий ее действие протекает не там где это общепринято принято и героями движут не те мотивы которым мы привыкли и тогда накачала на первое может быть на второе то абсолютное вранье дальше и так производство продолжения авторов аркадии не допустили так амбициозны стоит отметить неприятную для всей нашей редакции деталь мы уверен мы не уверены что sega собирается делать из добрый красивый очень нужный для владельцев dreamcast rpg настоящий хит но и 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 отметить неприятную для всей нашей редакции деталь. Мы до сих пор не уверены в том, что Sega собирается делать из этой замечательной RPG настоящий хит. И почему это происходит, мы просто не знаем. Ведь на самом деле даже невооруженным глазом видно, что она заслуживает и высокого бюджета, и крупномасштабной рекламной кампании, и в конце концов, хотя бы собственные странички в интернет. Мы абсолютно располагаем все информации о бюджете этой игры и считаем, что не доложили. Эта игра выходит в 2000 году, но мы в 99-м уже жалуемся на то, что нету крупномасштабной рекламной кампании. А еще мы зашли в интернет и не нашли там странички этой игры. Какой ужас! Sega этой игре этого не предоставила. Может быть, руки не дошли. Может быть, просто руки не дошли у Sega выделить бюджет этой игре. Эммм... Итак, ээээ... Сказом Аркаде может стать чем-то особенным, все потому что в действие было перенесено разработчиками из грешной земли на небеса, на острова с летучими кораблями. Такой RPG мы еще никогда не видели. Мечтали давно. Эпоха открытий. Можно путешествовать. В Скайверкаде сформировались две мощные группировки Black Sky Pirates и Blue Sky Pirates. Первые грабят всех без разбора, а вторые только богатых. Это же японская интерактивная сказочка. То есть, извините, RPG, а не какой-нибудь американский симулятор пиратов. Как будто в симуляторах пиратов они не были романтизированы никогда. Всегда были. Итак, значит, наши голубые пираты находят третью героиню, а дальше, дальше вы можете включить свое воображение и додумать все сами. Благо, истории в японских RPG отличаются друг от друга лишь малозначительными деталями. Но о них мы пока ничего не знаем. Я аплодирую на этом месте. Автор заливает о том, какая игра дофига необычная. И так завязка, герои встречают третью героиню, а дальше додумайте все сами, потому что здесь будет все то же самое, как и во всех остальных JRPG. И здесь Борис Романов абсолютно прав. Все так и есть. Отлично. Пробывку тоже мы ничего не скажем, но не из-за этого игра привлекает наше внимание. История и герои в японской RPG, естественно, играют основную, но далеко не самую главную роль. На самом деле главным слагаемым успеха для любого японского ролевика являются те чувства, которые они у нас вызывают. То есть все объективно и наличествующие в игре качества, это все хуйня. Главное, чтобы у меня чувства были. У нас. Чувства на эмоушенс. Ладно, да, Дэвид Кейдж явно вот как-то сюда старается. То есть персонажей у Дэвида Кейджа нет, сюжета у Дэвида Кейджа нет. Я как раз перепрохожу сейчас в Детройт, наверное, платину сделаю. Вот и... Только попытки на эмоушенс давить. В данном же случае это лишь просмотр деморолика и скриншотов становится ясно, чего хотели добиться авторы. Цель благородна и проста воссоздать в 3D классическую японскую RPG времен ее расцвета, который, если кто подзабыл, пришелся на начало 90-х годов. Если кто подзабыл, то на самом деле золотой век GRPG был вот не в то время, которое тут автор обсирает, а на самом деле, оказывается, в начале 90-х. Потрясающе. Ничего, кстати, ностальгического я, скажу, в Аркадии тоже не увидел. Я не знаю, какие RPG начала 90-х она должна ченнелить, но мне кажется наоборот, вот если чего-то пытались добиться ее авторы, так это того, что они понапихали кучу всевозможных фишек в свою игру и они пытались больше какой-то необычностью происходящего зацепить, а не какой-то ретрошностью. Но... Но... Да. Бестиарий или Звездный парад уродов? Ну, Горький 17, да. Господи, боже, что ты мой. А кто это пишет? Не знаю такого. Шедевр и точка. Горький 17, 9 и 0. То есть вот она, блин, игра прям года. Минус полбалла просто за additions. Вот что я никогда не видел, так это то, чтобы игре в этой бонусной категории снимали балл. Но я не знаю, для меня эта игра была безумно содомская и прям неприятной. Петька и Вич 2. 8 и 0. Отличная игра, объединившая все все лучшее, что имеется в отечественном квестостроительном комплексе. Фриспейс, НХЛ, Герои 3. Вот сейчас мне интересно. Герои 3, Армагеддон, СБлэйд. Максим Заяц, окей. Ну то есть вот, 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 что можно сказать? Герой 3, Армагеддон, СБлэйд 8 и 0. Как горький 9. И к горькому почему-то высочайший уровень сложности никто не вменял в недостатке. А тут, понимаете ли... Ну на самом деле тут минус графики и минус оригинальности. Что в принципе и то и другое, наверное, относительно понятно. Меня зовут Андрей, мне 14. Хочу переписываться с девчонками 13-15 лет по электронной почте. Люблю все жанры игр. Давайте полистаем дальше. Постримим, даже интересно, где ты внутрился на стоять. Не, ну, горький 17 это же игра, где у тебя... Ты не можешь отвлечься на какие-то побочные... Во-первых, ты не можешь отвлечься на какие-то побочные бои для какой-то прокачки. Во-вторых, у тебя число айтемов сильно ограничено. Тебе негде пополнять, если ты, допустим, не знаю... У тебя какой-то бой прошел плохо, и ты прожрал все лечилки, ты в следующий бой идешь пешком без лечилок. То есть там просто, по-моему, по дизайну ты можешь просто засрать себе все прохождение таким образом. Вот я о чем. В большинстве игр ты можешь как-то себе это восстановить, а вот горький мне запомнился именно тем, что ты не можешь. Что там просто стабильная такая... Череда... Что за кликбейт сисечный? В эмпаре, в эмпаре, но не тот. А-а-а... Грандиа! Отличненько, что тут у нас? Оу! Хит, да, дайте почитаем про Леджендов Драгун. Черная вдова и других. Хмм... Что-то музыка стала томной. Да, время... Хотя, блин, нет, если я включу пара-пар, у меня... Меня же запилят японцы. Японцы всегда запиливают, если включаешь что-то, что-нибудь японское... Не из видеоигр. Ммм... Сложно-сложно. Ну ладно. Обзор на GTA 2. Ну, я, честно говоря, думаю, что там будет что-нибудь... Типа... Она во всем лучше первой части. Ну... И она действительно во всем лучше первой части. Итак, Леджендов Драгун. Леджендов Драгун. Итак, Нинтендо и Square сделали Марио РПГ. Сега сделала Панцир Драгун РПГ. И сотрудники, которые это сделали, были наняты Sony. О, кстати, о сичном кликбейте. Какое у тебя было отношение к Рубики Птицбастер в Сим? Я не понимаю вообще нахуя. Я... Я не понимаю зачем. То есть, если... Хочется подрочить на какие-нибудь сисястые фан-арты, ты просто добро пожаловать в интернет. Я не знаю, зачем это в прессу вообще надо вставлять. Мне... Я никогда не смотрел, не читал. И я как-то против этого. Итак, чем особенная Леджендов Драгун? Давайте посмотрим. Тираж, тираж. Нас волнует тираж. Жанр японской РПГ является странным явлением. Именно в нем, и пока только в нем, основными достоинствами считаются история, дизайн и атмосфера. Только что Коно Борису Романову, да, блядь, говорил, что главное достоинство РПГ это эмоции, которые они вызывают в нем. А теперь оказывается, что история, дизайн и атмосфера. Нет, у меня даже скриншот есть. История и герои в японской РПГ играют не главную роль. Дальше. Основными достоинствами считаются история, дизайн и атмосфера. Окей. О таких мелочах, как боевая система построения уровней, система управления. Господи, как это? При анонсе новой РПГ никто не упоминает. Так, т.д. Некоторых интернетов не могло и до 2010-го не быть. Отец-бастер разве появился не там как раз после 2010-го? По-моему, он появился типа вот в это время. Итак. Предыстория, предыстория. Я не помню, не могу ничего сказать о той предыстории. Чем интересна игра, расскажите мне. Детализация, анимация, дизайн, прямо скажем, слизан сеговского Panzer Dragoon. Серьезно, в Legend of... ну ладно. Для владельцев PlayStation органико-механический дизайн будет в новинку и без всякого сомнения произойдет неизгладимое впечатление. Боевая система станет откровением, потому что она из Super Mario RPG, потому что надо будет нажимать кнопки. Так же, как и в Final Fantasy VI, во время боя некоторые герои смогут трансформироваться в более мощных существ. Это типа как в FF6 делала одна только Терра? Ну такое. Ну ладно. Окей. Чё там... Чё там у нас в рецензиях? Trickstyle... Whatever. Revenant... Whatever. Вот это ёбла! Ready to rumble. Никто, наверное, её уже не помнит. Вот оно что, вот оно что. То есть, то есть, ready to rumble, по мнению Бориса Романова, это восемь с половиной. Ну не то, что какой-то там smash, никому не нужный, правда. Обзор GTA 2. Обзор GTA 2 мне прям... Мне очень нравится, я... Мне кажется, они перебили номера, чтобы никто не догадался, что тут такое. 39-я страница. Хорошо, я прыгну туда. Дёж. Дёж. Что-то пошло не так. Что-то пошло очень серьёзно не так здесь. Мой главный вопрос вот к этому всему заключается вот в чём. Во-первых, полтора балла за звук не бывает. Во-вторых, полтора балла за графику дать GTA 2? Ну то есть... Правда? Вот этому? Полтора? Серьёзно? В год шэн? Пожалуйста, нет. О-о-о-о... После небольшого отпуска, проведённого за пределами города ангелов, мы вновь возвращаемся в объятия душного бетона и раскалённого асфальта. Мы остались всё теми же рыцарями без страха и упрёка, готовыми взяться за любую работёнку, лишь было бы весело и волнующе. Но мир вокруг нас стал другим. Ангелы уже давно покинули эти места, оставив после себя урбанистический ад, каким он виделся 10-20 лет назад. Превратившись в Вавилон наших дней, город стал домом для гома. Иногда даже сапиенсов. Всех национальностей и полов. Человек, животное, общественное, как говорил один древний натуралист. Потому в соответствии с своей природой, жители мегаполиса стали жутко сколачивать банды всевозможных форм и размеров, и не менее быстро заниматься дилежом всего и вся. Бригады бомжей дрались на свалках из-за гулких канистр. Пионеры чинили разборки с октябрятами за контроль над пунктами сбора металлолома. А серьёзные бандиты выясняли между собой отношения по поводу того, кто первым будет водить к водопою бегемотов и прочую домашнюю скотину. Все шайки и бодейки создавались по принципам схожести мировоззренческих взглядов, отношения к мультфильмам, студии-пилот, а также пристрастиям к напиткам тех или иных пивзаводов. И несколько команд сразу заняли лидирующие позиции и принялись, не размениваясь на мелочи, делить город. В связи с модной ныне восточной темой, одной из них стала японская якудза, занимающаяся наркобизнесом, а по совместительству подготовка профессиональных камикадзе-самоубийц многоразового использования. Какой Назаров, Назаров. Достойное место среди городского криминалитета удалось занять и выходцам из сельских районов американщины, за что наверняка стоит благодарить традиционный фермерский напиток имени Джи Уокера, регулярно употребляемый специалистами по свиноматкам и сахарной клюкве. оооо да, верните Назарова кто-то говорил я не понимаю я так не могу о гранди даже не назаров ну ладно и так есть компания working designs спасибо в чинников умеет гуглить в отличие от вернее от романа вода хотя бы здесь нет так да некий до working designs переводят игры завоевала культовый статус качественный текст песни на родном языке ну конечно он умеет гуглить но мне кажется дальше одной страницы google он не уходит поэтому он в чинников очевидно думает что реально lunar переводили как будто все это время хотя насколько я помню lunar перевод перевели на sega сиди опять же working designs только там был менее яркий перевод более точный перевод естественно как бы 92 год не имеет никого здесь значения имеет значение только когда вышел порт на ps1 ну что ладно качественная локализация замечательно что что еще мне расскажут про эту игру значит rpg от square теперь в отдельной категории что касается rpg обыкновенных то в этом поджанре правит бал гей маркс которая сделала грандию признаться после тяжеловесного и чрезмерно напыщенного пафоса монстра по имени файнал фэнтези 8 грандио представляется той игрой проходя которую можно наслаждаться процессом увлекательным сюжетом и милым добрым стилем дизайном а не думать о грандиозном бюджете сумасшедших видео вставках и миллионе долларов отваленных поп-певички за слезливую песенку а из он потрясающе я не знаю нет вот почему я читаю тексты про все g rpg потому что в каждом в каждом блин практически тексте про g rpg обязательно редакция си дает понять всем как она блять ненавидит файнал фэнтези это просто нельзя пройти нельзя написать ни про какую игру не засрав несчастную ff8 причем в общем то не заслуженно и и очень за что можно ругать но никто и не ругать по делу а все ругают я просто за то что она есть и она такая высокобюджетная и и все 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 это это реально вот все то что чуть ли не до отвращения очаровательная гранди заставит вас прилипнуть к экрану несмотря на то что оригинальности нет и все это много раз встречалась еще в играх на снэс ну-ка оригинальность полтора ну конечно же все что вы найдете в этой игре не только не является революцией но встречалась в играх на снэс оригинальность полтора да все не ново да характер и персонажей хорошо выписаны гранди прямо противоположно последним файнал фэнтези рисованные герои и гуляют по трехмерным мирам да ну окей диалоги забавны при этом количество речи в игре сбалансировано и вам не придется как файнал фэнтези порой выслушивать по 15 минут всевозможных историй о трудной жизни героев напротив в гранди несмотря на серьезность цели драматичность истории все предельно весело интересно прошел ли он игру видел ли он последнюю четверть гранди где как раз длинные кат-сцены и куча драмы ну не знаю это самые интересные захватывающие рпг на плейстейшн выступающие файл фэнтези лишь в грандиозности о боже мой то есть буквально титульная страница говорит что гранди самое грандиозное ты листаешь и видишь она уступает файл фэнтези в грандиозности как эта работа и должно я не знаю пары сайты в нашумевший безумно красивый интерактивный мультфильм для так еще никто не называл интерактивный мультфильм нелестные отзывы square выпускает свой ответ resident evil 2 класс уже вышла resident evil 3 а square все еще отвечает resident evil 2 новый прием который активно использовался в ff 8 герой действует на фоне идущего на заднем плане фильма вот это эта фраза звучит примерно так как будто знаете как в первой части а его выбегают на сцену театра а здесь они выбегают на сцену кинотеатра и сзади значит идет фильм она мешает всем смотреть фильм ну ладно здесь все довольно скучно ну и про куделку я тоже думаю что мне нравится ты ты и так от эти три персонажа отправляются в путешествие согласитесь неплохая завязка вы же уже писали про куделку зачем я не зря блин я не зря включил правилки про файл саундтрек там но что здесь у нас да в общем то ничего эдакий мифологический тому год чип то есть тот факт что мы собираем и прокачиваем воинов это мифологически делает из игры мифологический там там но мы в мифологический гачи муччим каждый герой имеет ряд характеристик каждая из которых закреплена за отдельной кнопкой нажимая в комбинации можете выполнять сложнейшие приемы из в игре нет сложнейших приемов и за кнопками там не характеристики золочены совершенно вообще мне нравится можно я нажму на кнопку треугольник и не знаю за мной закрепиться к нить виталити например вот он же был бы замечательным ладно еще два номера глянем может быть быстро получится я хочу все таки этот год закрыть итак что в этом номере окей жаркая зима 99 00 вообще нет по нет понятия что это такое в разработке ясно обзоры ну вот и дэвид кейдж опять подъехал то есть для меня мало что интересное но я бы точно про омикрон почитал да и на самом деле все репаблик такая странная игра была я ее не понял все второе немножко играл да ну как-то вот мне чё тоже не зацепила особенно так ну чё им все интернал машин 9 и 0 30 я реально не слышал даже об этой игре она получает девятку здесь брендовый сим парк world получает девятку счета это я только думал что страна игр какая-то очень придирчивая как полетели девятки играм которые да как-то следа в истории не оставили ноктюрн семерка и ругает в основном управление танковая вечно японская рпг это сектор аккор семь с половиной до за реймана но я не в 3 в трехмерного реймана я я не верю что он хороший трехмерные платформеры они как правило плохие я помню пытался в него играть и мне чет совсем не зашло так что я бы даже сказал что может быть они его перехвалили в двухмерных в рейманов я бы еще был готов поверить а трехмерный как-то нет слушайте а чё а чё а чё по ходу скан сломанный к хуям и здесь нету нужных страниц вообще ну да страница 57 и и после фильм парк должен был идти о микрон а там его в общем-то и нету беда похлеще камера я верю камера там наверняка ужасно недостатки в g rpg полное отсутствие намека на сетевую игру ну вот как в примерно так же как и в систем шоке да вот ну ладно так мы и не узнаем что страна игр поставила первой игре дэвида кейджа что же они лепят на персонажей какое-то уродливое говно типа буков или морды кармака это какой номер дайте 56 шокер примерно в каждом втором письме очень громкие возмущения про хватит спорить какая платформа круче а потом сразу же sony playstation ха 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 нет тут что-то уже очень-очень-очень погано читать письма читателей прям не хотел бы этим заниматься что у нас из рецензий здесь unreal tomb raider medal of honor ну вообще неплохо можно данным на таком можно и наконец-то здесь довольно много рецензий в номере и ну игры наконец-то такие которые не стыдно рекомендовать минус пол балла за оригинальность в остальном всем июти топ минус это безжизненная вселенная ну по сравнению с первым анрилом наверное действительно камера вида третьего лица утратила способность свободного вращения и жестко привязана к ягодицам бегущего впереди нее игрока о чем можно было где-то с видом от третьего лица в еще и камеру вращать вот это вот это звучит как очень необычное решение медлавонер игра про нежвачных парнокопытных как точно отметил эксперт ссср я наверное забыл о чем идет речь да и так там рейдер 4 который только что был хитом 16-летний лара и кровь которые не выпустили из египта и вячеслав назаров ну тиус помпилиус ох 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 ладно что же что же пишет вячеслав назаров про том рейдер . несколько лет назад он меня начал играть и показалось что на игровой мир снизошла благодать в лице госпожи лары крофт отважная дама в симпатичных шортиках и обтягивающей маечке занималась планомерным истреблением сразу не понял вообще суть игры представителей фауны стоящих на пути к великим сокровищам умудрялась разгадывать сложные головоломки даже несмотря на то что женская логика отличается от мужской своим отсутствием я специально для назарового это все это все заготовил по сути все нововведения сводились к увеличению размера уровней и росту числа головоломок представленных в основном прыгательными из к скакательными заданиями так ладно сюжет египет глупый дядька вернер фон крой попался в примитивную ловушку и погиб испортив замечательный грабительский проект как думала красавица спортсменка и антикомсомолка в расстроенных чувствах покидая египет из этого я делаю сразу же вывод что я не знаю он может быть играл спиной к экрану потому что туториал с фон кроем проходит в камбодже да движок переработан понятно дальше что 1 леди объединенных виртуальных миров лара крофт подверглась нескольким косметическим операциям про все швы на стыке полигонов можно забыть да если если читать заголовки это это очень шизово в принципе будет то что практически все заголовки это попытки шутить и поэтому блин если можно не если можно не шутить если можно не делать заголовки это значит что можно не шутить а значит текст будет лучше так разработчики избавились от уровней как таковых продвигаясь по кладбищам игроки будут продвигаться по сюжетной линии которая раскрывается с помощью небольших заставок создающих единый игровой процесс то есть все абсолютно как в первой части и автор просто пиздит сделанных настолько хорошо и правильно чтобы подкрепить свои силы глотком чудесные жидкости приходится заставлять себя прерваться на самом интересном месте которым является буквально каждый момент игры что шагом к истонками и стало существенно умещение уменьшение площади на которой необходимо решать головоломки в данный конкретный момент времени пиздец я вот буквально неделю назад помог говорил что именно четвертая часть тумрейдер для меня невыносимо непроходимо как раз потому что там головоломки головоломки размером в несколько с несколько уровней это единственная часть серии где головоломки наоборот не 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 локализованы в один какой-то компактный этап растянутый на кучу уровней и ты не знаешь собрал ли ты все для того чтобы решить здесь головоломку ли тебя надо возвращаться еще черти куда но автор говорит просто полную полную противоположность того что на самом деле в игре есть при этом загадки ориентированы на логику нежели на ловкость рук и ног минут а можно комбинировать предметы может быть он это имеет ввиду это че-то частушки какие-то у него вместо под заголовок я не знаю как известно женщины техники имеют к механике такое же отношение какое морские свинки к морю впрочем несмотря на полную несовместимость представительниц прекрасного пола с высокими и даже весьма приземленными технологиями именно кларик рост это не относятся потому что лара может комбинировать предмет и насадить крюк на палку внимательно изучив там рейдер до слышишь мы с уверенностью сказать что после того как вся эволюция сериал там рейда шла в направлении роста уровней запутанности ловушек игра погружающая нас в атмосферу самого первого похождения ларков стал настоящим откровением второе пришествие игры свершилось пиздец пиздец полтора за звук которые нельзя было ставить полтора за управление кстати по моему в рецензии на третью часть там было поменьше целый один балл за оригинальность ну в общем я я не знаю и текст посвящен просто мизогинии полностью он не от про медала вонар пишет борис романов хорошо придется читать долгое время производители игр искали в ответ вопрос почему популярные и написи же игры жанра fps первый раз давайте зафиксируем это последний номер с 99 год первый раз и я вижу упоминание в прессе вообще аббревиатура fps до этого был исключительно 3d action почему популярные на покажу игры жанра fps не могут прижиться на приставках rr выпустила супер хитовый голдыной нашла ответ теперь ее рецептом пользуются все остальные и так первая студия которая перенесла на новую почву все принципы голдыной стала dreamworks ни одной другой компании на playstation не удавалось проделать с этой игрой какой-то игрой казалось бы они не сыграть это даже такой малости то можно понять почему не было вонар была встречна с такой радость таким энтузиазмом хочу слишком увлекся чтением по диагонали на playstation есть свой голдыной ну ладно опыта у dreamworks меньше поэтому игра не безупречная одно оторваться трудно потому что в медала вонар вы себя чувствуете настоящим героем той войны которому досталось почетной обязанности испортить жизнь проклятым фашистам в общем не игра а сказка металл гир солид какой-то итак медала вонар это не шутер которому привыкли владели привыкли владельцы пока это полноценная приключенческая игра в которой вам иногда просто приходится стрелять вот оно что враги себя ведут не при не так как принятого фпс у них есть слух и они гранаты откидывают да я я я я я я думаю что он сейчас должен в этом написать да конечно же написал про то что они тебя слышат и а то что они вы бросают гранаты обратно один из них может пожрать с собой закрыть своим телом товарища чтобы граната принесла фашистам как можно меньше лет и и и и того значит враги ведут себя не как в других фпс ах во первых они умеют слышать во вторых гранаты в третьих гранаты что ж да очень интересный вопрос как где же приключенческие элементы этой игры в общем-то в очевидно нигде потому что на этом текст закончится и так стрелять стрелять гранаты графика она выглядит на фоне второго квейка выглядит средней если не сказать больше нифига себе мне кажется мне казалось что она выглядит посолиднее второго квейка во всяком случае ну ладно все это игре какой-то серая и жутко глючная игра нет не то что тормозит а просто никуда не спешит дальность видимости низко движок не позволяет по программе по полной программе использовать оптический прицел определение столкновение выпущенных пульс различными частями тела врагов происходит не точно физика как говорится на нуле это 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 автор наверное сделают из того что фриц встает после пары тройки ранений в грудь а в голову ты стрелять пробовал звуки крутые в надежде не отстоять по количеству фишек от шелдово правильного голда на я не поснялась включить режим игры вдвоем но досматч скучный окей таких игр как медала вонор на playstation просто нет нужно не объединяет в себе шпионско-приключенческую игру со стрелялкой от первого лица ни слова про адвенчурную составляющую игры здесь просто нет достоинства атмосфера недостатки глюки тормоза халтурный мультиплеер итого 7 баллов 7 баллов по playstation of с ким меркам это классика вы поняли об осыше с playstation то что для нас символов для вас это классика в медала вонер дать 1 балл за графику я искренне не понимаю как можно в том же журнале где gta 2 давали полтора балла они дают медала вонер 1 господи блять если в медала вонер есть одна вещь за которую можно хвалить от за то что она выглядит хорошо я не понимаю там реально нету кстати да ни одного продукта зависит удивительно да но за зато зато пиздежа как видно адвенчурной составляющей там минимум там есть конечно какой-то уровень дети надо по столсу там типа это у сваясь какой-то там предъявлять искать триггеры да но но опять же вы играть надо написать где здесь шпионская игра то при этом но при этом оригинальность 1 вот это вот мне нравится таких игр на playstation просто нет оригинальность 1 ну типа если такая уникальная игра которая так офигенно это все совмещает почему не дать баллы за региона ощущение такое что борис романов просто ненавидит игры даже те которые вы кровавая драма по-французски звучит как любая попытка сыграть мультиплеерную игру блин не знаю что же у меня что overwatch что ff14 каждый раз кровавая драма по-французски запытаешься что-то сделать а тебе по парлей начинается всякие его его и вот это все ну ладно в общем-то на этом мы закрываем 99 год и все еще борис романов худший журнал журнале автор и вы знаете вот как интересно так наверное просто это отбор писем было принципиально разный но великом драконе и были в основном письма какие-то короткие и про ну не знаю про то типа привет я такой-то хочу дружить ну там конечно было больше рубрика про это здесь побольше чем блять нет это опять этот сорос сумасшедший они реально они они устраивают клуб дискуссионный клуб с огромным просто количеством совсем дурной графомании от себя добавлю двоеточие хе дефис хе точка на этом все с вами был старший опер гост блин арка от себя добавлю аркада это хорошо любой шутер самое что ни на есть аркада и есть извиняюсь за дурацкий каламбур совсем простая типа doom или со вставками и наворотами типа half-life так что скоро опять по аркаде чем всласть хорватские аркаде ки серьезный сэм берется за дело почему-то даже в таких мегахитах как doom и квейк с различными порядковыми номерами никто не удосужился персонифицировать героев морпех и все это конечно круто что он морпех но кто он такой рядовой сержант а вдруг ефрейтор и как его зовут непонятно не ясно тупое говно тупого говна непонятно камая компания крутим сделала соответствующие выводы и тоже решила создать персонаж по выпуклее средний размер уровня 100 квадратных миль как и кто замерял не знаю непонятно не ясно в общем то что получится с сэмом это мы еще будем посмотреть можете посмотреть и вы все так как и должно быть сплошняком углы и кубики тем не менее они утверждают что это одни из лучших в мире движков может это в номинации хорватские движки тогда может быть хорватские дебилы в общем да уголок угол был уголок станет тупичок точно ли гоблин писал за него все свежи все в другие постоянно делали а вот черт знает ну то есть я никак не проверю я не знаю может быть в те времена он еще сам писал потому что в те времена я боюсь у него как бы не было еще никакой карьеры особенной хайпа вокруг него не было и может быть он тогда как бы ну типа не не нанимал еще себе всяких напарников и рабов и и так далее спасибо что смотрели вот это сейчас интересно почти то брейдер 5 только почему-то палочку закрасили черным чтобы никто не догадался блядь окей за может быть это наверное если это все еще никого не утомила в следующий раз мы продолжим жевать 2000 год в 2000 году тоже много чего интересного вышло и в субботу напоминаю в три часа давайте соберемся в заведении косой маркс которые я так понимаю находится на таганской попробуем местных каких-нибудь сидров и бургеров посидим немножко а вечером в субботу после этого всего будет стрим по максу пейну я думаю немножко первого и немножко 2 2 хочу целиком вот вот такой вот план у нас на эту субботу если вы рядом с москвой находится приходите ну вот а со стороны игр 99 год все через недельку продолжим еще вот спасибо вам спасибо вам и пока пока